Валерий Константинович, эту цитату я взял с сайта А.А. Миляева, а еще переслал я вам письмо Андрея Анатольевича Вися ко мне, он известен как опытный садовод с многолетним стажем, не думая, что он решил нарушить на вас исчернить, вот его письмо. Кстати, дальше я уже много лет, это старая переписка, много лет не читал, сейчас вместе буду с удовольствием читать. Пилюкова, который мне прислал вот это письмо, Миляева, да, ну тут это я запомнил, с тех пор, как просто дочитал до 2 метра, ну идиот и больше сюда не ссувался, 2 метра. По щиколотку обычно, по щиколотку. Смотрим дальше. Итак, Антон, у меня есть друг Сычева Александра Ивановича, справку я даю в железу. Сычева Александра Иванович, да, был кандидат наук, работая на Россошанской станции, прислал мне несколько черенков разных сортов, но не персика. Вот, толковый мужик. Мы с ним, как бы, встретились, обозначили свои позиции на страницах журнала «Газеты Фазена». Вот, там была моя статья, и его, не критика моей статьи, а очень доброе разъяснение, как он понимает, отличая морозостойкость от живостойкости. Итак, Сычев Александр Иванович, приятный, вот это настоящий мужик, вот это настоящий, как его назвать. Но, есть маленькое но. Итак, Сычев, кандидат наук, он постарше меня пишет, этот самый. Ему скоро 55. Ну, он профессиональный, кандидат наук, всю жизнь занимается в кодческой культуре. Да, согласен. Я у него заказывал эти. У него были десятки, если не сотни сортов великолепных абрикосов. До 97-го года он работал в Артемровске. Вот. На Невской области. А потом переехал в Россо, в Трофа-Фашанске, вот там я с ним познакомился. Его переманили, правильно сделали. Вот. От него я владею довольно полной информацией о реальном состоянии плодовых насаждений в России. И, конечно, об успехах. Точнее, не о успехах. Селекции плодовой культуры. И, в первую очередь, косточковой культуры. И если бы вы, Антон, знали, с каким энтузиазмом он взялся в заворачивании персика Санцева-Зельзова, еще какого-то товарища из Хакасии. Вот тот, который... Это правда из этого только какого-то товарища из Хакасии. Вот. Язык не пора себе фамилию сказать. Вот тут я его подставил. А железу я бы не высылал. Нет, опять крестюсь. Вот я сейчас снимаю снаружи видеокамеры. Тут меня не видно. Вот я крестюсь. А вторая параллельно. Я снимаю еще с помощью этого же компьютера. Когда снимаю с компьютера, получается и больше четкая ясность. Вот, ну как, резкость хорошая, зато звук хуже. А снаружи звук лучше, зато резкость хуже. И получается, я потом из этих двух выберу, где лучше получилось. Вот. И тогда что получается? Вот. Получается, что... Вот, продолжаем. Итак. Он от него узнал... А, лично я заказал 4 саренца абрикоса и 2 персика. Ну как же, ведь это ранировано в 40 кася сарта. И уж куда более Черноморье, им собок или успешно расти. Так, у кого заказал? У кого заказал? У меня нет. Вот. И Сычев нет. Сычев сейчас где-то в Белгороде. Там он как бы... Фактически он перешел в частную лавочку. Скорее всего, не кормит наука. Скорее всего. Ну и сейчас у него можно спросить. Выписывал в железу или нет? Но это очень важно. Если вы железу не выписывал. Какая мне разница, что какой-то товарищ в Хакасии какой-то подставил его. Сычев хватился за идею. Результат резко отрицательный. С таким же успехом я могу попробовать выразить итальянский и испанский саренца. Персиков и абрикосов. Пока справка, ниже там будет мое разъяснение. Но там нет чего. 27 градусов. Это была предпоследняя зима. Не это. Вот. И у Лео Александровича и Сувской области. Мои персики. Мой Хасанский. Плодон Васильев. Ну 27, конечно, кого удивишь, не удивишь. Но дело в том, что канадские, это все померзли. И вот тут вот он говорит. Успехом можно попробовать итальянский и испанский. Шансов ноль. На Сувской станции собраны коллекции. Вишни, с ним, с ним, лучи абрикосов, 8 сортов, черешин, 7 сортов, персиков. Ростов почти с самого юга Рожьейской области. Более того, микроклимат участка, где растут кусочки, крайне благоприятный. Винные годы урожать через, в том числе, крымских, молдавских, азербайджанских сортов, поражал своей обильностью. Я лично ходил от дерева, дерево, съедал по две-три ягоды, но, в конце концов, обжирался до тошноты. Соприкосами делался, кстати, еще лучше. Сейчас, внимание. А вот персики, вот, как роза, показывали свою южную нору. В лучшем случае, на дерево, все сильно подмерз, чтобы было все несколько плодов не лучшего качества. Лично я выращивал сельца, декоративный персик, а из Никитского бацана. За 2-3 года. Персикосик скоро плодит, скобка. Выросли нормальные деревца, обильно свели. Вот, ну, чуть сокращаю. Созрел урожай из зеленоватых и крупных плодов, с горькой кожицей, писловатной, сладкой мягкой. Мои хазанские все удивляют, их ароматы, их вкус. Урожай был обильнейший, десятки трехлитровых банок персикового сока. И что же дальше? Дальше все деревца постепенно выпали, хотя зимы были даже скромными. У некоторых моих знакомых и сейчас растут персики. Но, черте города не теплее. Во-вторых, ежегодно подмерзают. Приходится ежегодно вырезать целые ветки. А урожая, говорить не приходится. Так, несколько полурузивших плодов. Там несколько, так, несколько, а, то есть, а, так, несколько полурузивших плодов. Вроде как, ради прикола. Что касается видеоролика, ничего я там конкретно не увидел. Вот. Про абрикосы забыли упоминать. Что речь идет не в абрикосе обыкновенном, а в абрикосе сибирском. Вот еще одно вранье. Чистое, стопроцентное. А абрикосе сибирском. Что они одно и то же. Плоды последние волокнистые, не так вкусные. Вот. Как наши обыкновенные абрикосы. Когда вы видите в новостом сюжете, что на Хабаровске засвели абрикосы, вы знаете, что засвели сибирские абрикосы. Полная правда. К сожалению, либо в осенсации то и дело появляются. Печать или интернет. А то и телевидение. А маячит два хакаса. Я еще тот самый якобы товарищ. То есть, имеется в виду мы. Вот. Увы, зачастую желаемым удается задействовать. Что касается персиков, то у них, видимо, есть генетические пределы. Живостойкости. Да, есть, только не такой низкий, как вам кажется. Преодолеть пока невозможно. Возможно. Преодолено. Без генетики здесь не обойтись. А вот тот большими торг взял, ты обставил всю науку. Так не бывает. Андрей Вилляев. Вот. Теперь ко мне обращение. Поэтому обращаюсь к вам. Не могли бы вы назвать причиной неудачи отодукции ваших персиков в Чернозере? Вот. Ведь на видеофото с вашего сайта можно ясно разглядеть европейскую с плодами, что очень сильно воодушевляет. Признаюсь, очень хотел разобраться в вопросе и понять истинное положение дел. Антон Беляков Кисловодский. Господи, что Кисловодский-то не вырисовет. Ну а дальше, что я написал. Виноград зеленый, сказал Олиса. Уважаемый Антон, вы назвали Миляева опытом садоводом. Наверное, это правда. Но в данном случае опыт сыграл с ним злую шутку. Он не был на Носхакасе. Судя по информации, распространяемой им, сам в свою очередь стал жертвой мифа о невозможности выращивать персиковые деревья в привитой открытой форме. Мифы плодят именно те, кто сам потерпел неудачу. Им невыносимо мысль, что кто-то смог сделать якобы невозможное. Вот и внушает вам и всему садовому мир. Остановитесь. Не выращивайте печки, абрикосы, добую экзотику. Это невозможно. Железный металлург, в смысле, не садовод. А у меня металлурга, у меня есть одна черта. Если утверждается, что это невозможно, обязательно попробуй это выращивать. Вот и вырастет острымительная фотография. Ну а теперь лирики к фактам. В моем саду, я уже разъясняю официально, высота свежего покрова не до метра, а наоборот. Обычно по щиколотку. И раз десять лет по коленам. По это место у меня один раз в сорок лет был. Вот по это место. Знаете, по какой? По ползимы иногда бывает черная земля. Вы поверите, что все это меняет? Кустовидных поросовых персиков, я за все годы не вырастил ни одного. Только привитые. Да, мои ученики начали растить искусствовидные, но это отдельная тема, она огромная тема. Вот. И прекрасно, еще и лучше получается. У нас в Хакасии, кто не знает, это на Енисея, тоже есть свои халтурщики, которые сыграли на руку Миляева. Они выращивали персики в крыльной форме, а выдавали уже неукровные. А еще распространяли по всей России Сармису. Оттуда массовая гибель даже на юге. И сам Сычев, видимо, осторожил эту обману. Официально заявляю, никогда не передавал Сычеву свои персики. Ни как Сармису, ни как Черекин, ни как Косточки. Наоборот, получил от него замечательного садоида, пару прекрасных садоидов и говорю с тем, что он меня знает. То, что Миляев ничего конкретного не видел в видеоролике на сайте, это правда. Не я делал его. Если он зовется на эту публикацию, вышли все четыре диска с видеофильмами и сотнями фотографий. Сколько сейчас у меня видеофильмов? 3 800. В скобках. 3 800. Сотни фотографий, от которого, как выражаются мечтатели, съезжает к крыше. И просьба к нему воздерживаться от позорящих не меня, а его комментариев, пока не приедет ко мне. За что я уважаю знаменитого садовода, писателя Н.И. Курдюмова Николаевича. Несмотря на то, что он не совсем здоров, он объехал всю Садовую Сибирь, встретился с нами. Во всем досконально разобрался. Только мне одному пришлось ответить на сотню вопросов. Неделю. Допрос продолжался неделю. С утра до вечера. Вот. Вот это называется настоящий садовод. Раз уж Миляев упомянул в уничижительном смысле якобы сибирские абрикосы и слова липовой сенсации, то позволю сообщить все садов общественности, что наши абрикосы, выходцы с трех континентов, растут в тысячах сайногорских садов, сейчас уже по всей России от меня пошли. И не поверите, плоды скупаются по цене картошки. И не вот эти, как он там писал, травянистые и невкусные. Роскошнейшие плоды по цене картошки и экспортируются в соседние регионы. Откуда знает Миляева? Он же высоко сидит, далеко глядит. Тут я должен делать поправку. Когда у нас был успех такой, на квадратном километре росло априкосов, плодоносящих, роскошных, вкуснейших. Ну, представляете, что такое академики, баи, королевские, вот, и прочие серафимы. Роскошнейшие, но массовое использование в качестве опыта. В связи с массовой информацией, журналы, газеты, и люди взяли в руки секаторы, пилы и давай исправлять абрикосы. И фактически на 90% уничтожили. Вот. Вот так вот. Вот это было. Это благодарить я буду кого, сейчас еще немножко прокомментирую. Итак, насчет генетического предела зимостойкости. Уважаемые садоводы, мы не достигли по работе с персиками. А достигнуть можно нагреться выживание, значит, именно в Сибири. Чем и занимаемся? Металлургии, строители, энергетики. Остальная информация. Нандельская публикация. Ну, это было... Почему я тут фотографию-то? Вот это все старая фотография. Старая-старая. Вот давно это было. Значит, что я сейчас скажу? Берется сейчас в качестве учебы. Где-то у меня это есть. Где-то у меня это есть. Сейчас почувствуйте поймете, как все просто и сложно. Для начала я что скажу? Допустим, берется совершенно нормальный... Допустим, поверите мне, что выдерживает. Он будет пропустить урожай. Зима-зима-роза. Ну, допустим, доходило там недели 2-3 до 40. Может пропустить урожай, может не пропустить. Или маленький урожай. И ни одной замерзшей ветки напишите. Вот. Это у меня. Берется саженец. И он должен выращиваться на месте. Из косточки. А потом косточка абрикосов. Или, допустим, косточка сливовая. Это моя любимая подвойка. И тогда привитые уже тот же Хасанский и в размерах увеличивается. Так? Вот. И морозокость прибавляется. А не как эта глупость выше была. Миляевская. Глупость. Селец еще ладно, а привез еще в город. Глупость и сосредоточка. Как они уничтожают вот такие. Миляевская уничтожает это все. Очень просто, ребята. Саженец пересадил. Корни нарушены. Крону не трогаем. Уже калека. Ну убери ты полкроны. Две трети. Вырастет оставшегося корней. Хватит, чтобы вот этот огрызок. Вот эта одна треть или половина кроны. Смогла бы нормально прижиться. Уже 5-10 градусов добавляется. Понимаете? Вот о чем идет речь. Продолжение следует. Продолжение следует.